Руины на кадрах Свалка, в которую огонь превратил здание парламентских собраний в Берлине. В течение трех часов огонь уничтожил сессионный зал парламента вместе с изюминкой здания – куполом Рейхстага. Причиной пожара однозначно признали поджог. Шла четвертая неделя после прихода к власти Адольфа Гитлера. И он требовал расправы над подозреваемыми в поджоге. По странному стечению обстоятельств под прицелом оказались политические оппоненты нового канцлера. По официальной версии пожар вызвал коммунист Вандерлюбе. Это стало одной из причин запрета коммунистической партии Германии. Однако сегодня исследователям удалось определить, что Рейхстаг подожгли нацисты с целью установления там своего контроля. И дальнейшей узурпации власти. Его политический вектор на референдуме поддержали почти 90% немцев. Стались люди, которые видели, что режим, который взял руль в руки, готов проливать кровь, который будет строить будущее на крови, как на чужой, так и на своей. Тут не играл роль ни пол, ни темперамент, ни политические предпочтения или образование. Они все были связаны между собой одним четким противостоянием к национал-социализму. Общим для них было непреодолимое желание прикончить нацистский режим и положить конец войне. Этот мужчина говорит о подпольной организации «Красная капелла». Она появилась в 30-х, вместе с появлением Гитлера на горизонте. Одна половина членов капеллы была коммунистами, которые примкнули к организации после распуска и запрета партии. Вторая — социал-демократы, сторонники бывшей либеральной правящей партии в Веймарской Германии. И только маленькая часть участников были вне политики. Именно из этих людей и началось существование «Красной капеллы». Название «Красная капелла» появилось из-за полиции и безопасности Третьего рейха. Участники организации передавали сообщения по радиосвязи, а таких людей военные называли музыкантами и дирижерами. Когда выяснилось, что у организации есть много лиц, их назвали оркестром. На немецком языке звучит как «капелла». А вот «Красная» — потому что всю известную информацию музыканты передавали в основном в СССР. Желание свалить нацистский режим вынужденно толкнул на работу с советами. Музыканты выбирали меньшее зло, даже не подозревая, что сталинская утопия не так уж и безупречна. А когда капелле понадобится помощь, «Красной руки» никто не подаст. Нацисты отлавливали всех, кто нес угрозу режиму. Например, пианист Карл Роберт Крейтон. Однажды он негативно высказался о Гетлере в доме подруги своей матери. Его сразу же нашли и повесили. Снисходительнее немцы относились к иностранцам. Появляется американка Милдред Фиш. Литературовед, которая по приезду в Германию начала преподавать в Берлинском университете, где и познакомилась с юристом Арвидом Харнаком. Позже они станут супругами и продолжат диверсионную работу против нацизма уже как пара. Оба из интеллектуальных семей. Образованные имели много контактов среди политиков и тогдашнего бомонда страны. Харнаки тайно расклеивали листовки, подпольно встречались с студентами и таким образом увеличивали круг единомышленников. Новым импульсом стало знакомство в 1936-м с офицером Люфтваффе Гарра Шульцебойзеном. Военному было легко влиться в ряды национал-социалистов и изнутри подрывать гитлеровский режим. Вместе с Харнаками он начал сливать информацию о внутренней кухне нацистов за границу. В отличие от других групп Красной Капаулы, группа Шульцебойзена и Харнака не сотрудничала с Советским Союзом. Через американского посла Дональда Хиса музыканты передавали разведданные в США. Основное направление работы было нацелено на дестабилизации внутри страны. Всего было три направления их деятельности. Харнаки и Шульцебойзен с женой работали в Берлине. «Красная тройка» под руководством Шандора Радо работала в Швейцарии и сливала информацию британцам и россиянам. С нейтральной стороны работать было куда проще. За три года деятельности они передали союзникам больше пяти тысяч сообщений. В Брюсселе музыкантами руководил Леопольд Треппер, своего рода координатор всей Красной Капеллы. Он сумел открыть торговые компании в некоторых странах Европы, и это был шанс финансово поддерживать все группы сопротивления. Чтобы минимизировать шансы на раскрытие, все группы никогда не пересекались между собой. Если вы действительно хотели обсудить дела, то это можно было сделать лишь в ванной комнате, включив при этом воду или сидя в машине, и то, когда она на ходу. В сороковом Красная Капелла передавала в СССР информацию о любых известных им перемещениях и планах нацистов, как в Германии, так и за ее границами. Например, группа Леопольда Треппера имела в распоряжении семь отрядов, которые информировали о мощностях немцев в Западной Европе. Через своих людей в нацистских войсках и в их руках оказывались чертежи новейших танков. В секрете не держали ничего. В сорок первом они предупредили Сталина о предстоящем нападении, хотя в Москве эту информацию проигнорировали. Выйти на след этой сети шпионов немецкие спецслужбы смогли только в сорок втором, почти за десять лет после начала деятельности Красной Капеллы. Осознание объемов слитой информации шокировало немецкие силы безопасности. На борьбу с Красной Капеллой были кинуты объединенные ресурсы, внутрипартийная служба безопасности СД, Гестапо и Абвер. В Красной Капелле состояло около четырех сотен человек. Это только те, чьи имена сегодня известны, а раскрытые ими секреты нанесли мощнейшего удара нацистской Германии и привели к увеличению количества жертв среди немецких военных. Когда я лежал на тюремной койке, то, конечно же, задумывался над тем, что я сделал. Но я никогда не считал свои действия неправильными. Однажды я был уверен, что нацисты в любом случае меня убьют. А вот Шульца Бойзенам и Харнакам повезло меньше. В 1942 и 1943 годах их тела подвесили на мясные крюки, используя фортепианную проволоку. Это один из самых болезненных и самых страшных видов казни того времени. Сначала Милдред Харнак получила шестилетнее заключение, но убить ее приказал сам Гитлер. Их казнили именно таким образом, потому что они являлись первыми учредителями Красной Капеллы. Рядовых музыкантов вешали или расстреливали. Репутация Милдред Харнак, как и многих людей, которые сопротивлялись Гитлеру в Германии до и во время Второй мировой войны, стала заложником Холодной войны. На Западе ее изображали советской шпионкой, на Востоке – марксистской святой. На самом деле она не была ни тем, ни другим. Ее репутация восстановилась только после падения Берлинской стены, когда все файлы рассекретили, и стало понятно, кто есть кто. Те, кому удалось выжить, убегая от нацистских преследований, получили нож в спину от советских союзников. Шандора Радо арестовали в СССР, обвинив в шпионаже на пользу американцев и британцев. Его кинули в тюрьму на 8 лет. Такая же история и с Леопольдом Треппером. Всего бойцовские собаки Гитлера убили около 50 членов Капеллы. Но уничтожить шпионскую сеть было недостаточно. Третий Рейх наступил даже на память о них. В своей стране Красную Капеллу считали предателями, за границей шпионами-неудачниками, которыми еще и досталось от вчерашних кураторов после Второй мировой.